Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире телевизионное епархиальное обозрение, проект информационной службы Одесской епархии Украинской Православной Церкви. В следующие полчаса вы узнаете о наиболее важных событиях в жизни православной Одессы за минувшие дни. 9 октября, в День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, блаженнейший митрополит Киевский и всеукраины Ануфрий, предстоятель Украинской Православной Церкви, посетил Одесскую епархию. 14 октября, праздник по кровам Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Присной Девы Марии, высокопреосвященнейший митрополит Одесский Измаильский Агафангел совершил божественную литургию в Свято-Покровском скиту в селе Мариновка. 8 октября Православная Церковь почтила память преподобного Сергия Радонежского, величайшего подвижника нашей земли. Апостолом любви именует Церковь Святого Иоанна Богослова, ибо он постоянно учил, что без любви человек не может приблизиться к Богу. В день памяти Святого Апостола 9 октября нашу епархию посетил блаженнейший митрополит Киевский и все Украины Ануфрий, предстоятель Украинской Православной Церкви. Блаженнейший Владыка в сослужении высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского совершил чин великого освящения и божественную литургию в новом Нижнем Храме в честь Иоанна Богослова на территорию комплекса Международной Академической Школы Одесса. За богослужением предстоятелю также сослужили митрополит Бориспольский и Бороварский Антоний, архиепископ Авидеопольский Аркадий, епископы Болградский Сергий, Белогородский Сильвестр, ректор Киевской Духовной Академии Семинарии, Ирпенский Лавр и Бородянский Марк, а также клирики Одесской епархии. За чином великого освящения молились векарные архиереи Одесской епархии, архиепископы Южнинский Деодор и Арцийский Виктор. Во время богослужения была вознесена Господу сугубая молитва о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах. По окончании Божественной Литургии был совершен чин славления перед иконой апостола и евангелиста Иоанна Богослова, а затем блаженнейший митрополит Ануфрий поблагодарил мецената строительства храма Сергея Кивалова за труды и вручил церковный орден. Также в этот день блаженнейший владыка посетил Свято-Иверский мужской монастырь. На территории обители предстоятеля церкви встречал наместник обители, высокопреосвященнейший Деодор, архиепископ Южнинской, с братьями. Блаженнейший Ануфрий поклонился чудотворному образу Божьей Матери Иверская в часовне обители. Затем посетил Свято-Серафимовский и Свято-Иверский храм на территории монастыря. Во время визита состоялась встреча предстоятеля с Одесским городским головой Геннадием Трухановым, во время которой мэр передал оформленные документы земельного участка, на котором расположен Свято-Иверский монастырь, в собственность Одесской епархии Украинской Православной Церкви. Святые уже уходят и праздники расцветают. И это тенденция, когда ваше благословение, ваше внимание, ваше внимание, ваше участие в этой епархии расцветаниях. Мы сердечно благодарны вам и вам помощи Божьей. 14 октября в праздник Покрова Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Присна Девы Марии Высокопреосвященнейший Митрополит Одесский Измельский Агафангел совершил Божественную Литургию в Свято-Покровском скиту Свято-Успенского Одесского Патриаршего Мужского Монастыря в селе Мариновка Беляевского района. Владыке Митрополиту сослужили викари Одесской Митрополии, благочинные парахиальных округов, настоятели и клирики храмов, монашествующие Одесских обителей и духовенство Беляевского благочиния. Во время богослужения в престольный день в Покровском храме обители также молились о прекращении болезненного поветрия и о помощи Божией врачам. Была провозглашена заупокойная молитва о новоприставленном Архимандрите Кукше, насельнике Свято-Успенского монастыря. По окончании литургии был совершен чинсловление перед иконой Пресвятой Богородицы. После богослужения на территории скита в Мариновке состоялось открытие пункта базирования бригады скорой помощи Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицинных катастроф, что стало возможным при поддержке директора областного департамента здравоохранения Натальи Адарии Захарьевой. Высокопреосвященнейший митрополит Одесский-Измаильский Агафангел совершил освещение помещений медицинского пункта, автомобиля скорой помощи и пожарной машины, которые были приобретены на средства владыки митрополита при поддержке благотворительного фонда «Покров и милосердие». Строительство помещений для центра скорой помощи было осуществлено благодаря финансовой помощи благотворительного фонда Александра Эдельмана и других меценатов. Современный медицинский пункт оснащен оборудованием, необходимым для работы, а также в нем обустроены комфортабельные комнаты отдыха для медперсонала, который будет круглосуточно оказывать экстренную медицинскую помощь жителям Мариновки и окрестных сел. Монастырь, в свою очередь, будет обеспечивать дежурную бригаду трехразовым питанием. На торжественной церемонии открытия Александр Эдельман и Наталья Адарий Захарьева были удостойны высоких церковных наград. Владыка Агафангел выразил надежду, что с Божьей помощью и под покровом Пресвятой Богородицы медики данного пункта будут самоотверженно трудиться и спасать жизни людей. В сердечных сетях вас поздравляю с пресвольным праздником нашей обитии, чистого крова Божьей Матери. Всего пять лет прошло, соединяло основание. Здесь было перекатит поле, но за эти годы многое сделано было, проведив фестиваль молодежи, девочек, которым участвовало более 5000 детей. Здесь проходят другие встречи, благодарность врачам, которые перед пандемией сохраняли жизнь, а действительно рискуя своей жизнью. И теперь в последнее время здесь вот у нас снова образован пункт скорой помощи, в которой будет эта машина экстренной помощи, перед нами две машины, одна будет прикреплена сюда. Здесь устроены уже, может выйдет сейчас, две комнаты, три со всеми удобствами, где будет врачебный персонал, душевые кабины, санузел и трапеза для тех, кто будет дежурить по ночам и днём для того, чтобы обеспечивать здоровье всех. Этот пункт, он определенный аварийный в Кипре, предлагает себе ближайших сел, и малые метрики, большая, и в случае других. Мы сегодня дарим еще монастырю машину пожарную, которая сделана совершенно новой, новой. Всех вас поздравляю с этим замечательным событием. Оно, две машины, небольшое начало, но пункт, который здесь уйдет, он будет помогать людям жить уверенно, что в случае заболевания, они вызовут скорую помощь, она приедет отсюда, из монастыря, для того, чтобы оказать первую медицинскую помощь, с последующим восстановлением диагноза и определением врачами того и другого направления. 13 октября в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы скоропостижно скончался насельник Свято-Успенского Одесского мужского монастыря архимандрит Кукша Балан. Избрав от юности для себя путь иноческого служения Богу и людям, отец Кукша стремился в своей жизни воплотить важнейшие принципы монашеского подвига, соединяя любовь к молитве и богослужению с искренним вниманием к людям, их потребностям и скорбям. Неся различные монашеские послушания, от дежурного привратника на вратах обители до исполняющего обязанности наместника монастыря, архимандрит Кукша сумел сохранить искренность, открытость и дружелюбие. Свою жизнь он посвятил Божьей Матери, небесной игумене всех монашествующих, и она призвала своего служителя к вечной жизни в момент, когда в храмах звучали песнопения, посвященные всечестному ее покрову. Пусть по ее молитвам Всемилостивый Господь упокоит его душу в селениях праведных и дарует архимандриту Кукше Царствие Небесное. Дорогие братья и сестры, я с Курпием сообщаю, что вчера после тяжелой непродолжительной болезни скончался насельник Свято-Успенского патриарша Небесского мужского монастыря, архимандрит Кукша Балам, мой предсчастник, он исполнял на протяжении шести с небольшим лет обязанности наместника Свято-Успенского мужского монастыря, отчетку от себя лично, от владыки митрополита, и от братья обители выразить его близким, родным, духовным чадам, соболезнов. Господь милосердно упокоил его в селениях праведных и учинил в недрах Авраама, Исаака и Аврааму, и Царство Небесное, почерзшим нашим садам. Свято-Успенского мужского монастыря, Свято-Успенского мужского монастыря, Господи, помилуй, Господи, помилуй его. Я, какого Господь, помощи нет души, Бог, и держи праведник, о покаянца. Господи, помилуй, Господи, помилуй его. Милости Божьей от Царства Небесного и оставления греховеков у Христа бессмертного царя. И Бога нашего просим, Господа помолиться. Аминь. Аминь. Но представлено Архимандрит Ракукши, Кресте Божий наш, и Тебе славу высылаем, с обозначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. 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 Вечная память. Вечная память. 8 октября Православная Церковь почитает память преподобного Сергия, игумена Радонежского. Святой считается величайшим подвижником нашей земли. Как звезды расположены на небесном своде и освящают землю, так и святые угодники Божии светят миру своей богодухновенной подвижнической жизнью, научают нас истинно в Христовой вере и любви. Из храма, освященного в честь Сергия Радонежского и расположенного на территории Одесского государственного аграрного университета, наш следующий репортаж. Необъятный по своему жизни описанию святой, ставший символом и примером монашества и покровителем наших земель. Сергий Радонежский – уникальный человек, который в своем теле был как Микеланджело в искусстве. Он стал примером христианского благочестия и смирения. Преподобный основал Свято-Троицкий храм, положивший начало Троице-Сергиевой лавре. Сергий Радонежский еще при своей жизни почитался святым и до наших дней остается одним из самых узнаваемых. Многие с ним знакомятся с детства, когда перед учебой им говорят помолиться Господу о вразумлении и попросить помощи в учебе у святого Сергия Радонежского. О Сергии Радонежском я узнала еще в шесть лет, когда должна была идти в школу. Тогда на молебне нам раздали иконочки Сергия Радонежского с молитвочкой его Господу перед учением. С тех пор я читала ее вот каждое утро. И как-то так Сергий Радонежский помог и Господь, что так все и сложилось. Вот как в молитвочке там есть, «Не спустила благодать Духа Твоего Святого, да вы внимаще преподаваемому нам учению, возрастлими Тебе нашему Создателю во славу, родителям нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу». Вот так и получилось, что я никогда не имела проблем с обучением, с учебой. У меня все получалось легко. Родители это всегда радовало. Я правда для них стала каким-то утешением в этом плане. Сейчас сама учитель и сама каким-то образом пытаюсь помогать детям. И так случилось в моей жизни, что первый раз Шестопсалмия я прочитала тоже именно на вечерне перед службой Сергею Радонежскому. Поэтому этого святого очень люблю, очень почитаю. Это очень родной святой, который всегда рядом, всегда слышит, всегда помогает. И не только касаемо учебы, касаемо вообще жизни и всего-всего. Сергий Радонежский прожил трудную, полную лишений жизнь и всегда переживал о дальнейшей судьбе своей Родины. По этой причине он благословил Дмитрия Донского на сражение с Мамаем и всегда старался примерять князей и объединять народ воедино. Как христиане в общей молитве составляют единое тело Господа Иисуса Христа. Святой преподобный Сергий предчувствовал свою кончину и, собрав братью, передал игуменство в руки преемника и ученика преподобного Никона Радонежского. И всей братьи завещал иметь страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную. Главные принципы высокого жития. Благодарю вас всех за то, что пришли, разделили нашу молитву и просим и молим Господа Бога, чтобы он по молитвам преподобного нашего заступника Сергия Радонежского продолжал неспосылать на нас свои милости и дары для того, чтобы каждый из нас мог, приходя в храм, получать решение, получать исцеление от своих недугов телесных и душевных, зная о том, что заступники небесные в лице преподобных, богоносных отцов наших, в том числе, конечно же, и нашего покровителя преподобного Сергия Радонежского ходатайствуют перед престолом Божиим для того, чтобы каждый из нас имел крепкую духовную силу, веру и любовь к нашему Спасителю Иисусу Христу для того, чтобы наследовать вечную жизнь в Его небесном Иерусалиме во веки. Аминь. В воскресенье 11 октября Церковь вспоминала память благоверного князя-мученика Вячеслава Чешского. В этот день в храме, сооруженном на территории комплекса Святой Марии Магдалины, было совершено праздничное богослужение. Божайственная литургия проходила в Молодом Доме Божьем, воздвигнутом в честь святого Вячеслава, князя Чешского. Князь Вячеслав Чешский был внуком святой княгини Людмилы, которая воспитала его в христианской вере. Получив прекрасное образование от пресвитера Павла, ученика-святителя Мефодия, святой Вячеслав владел славянским, латинским и греческим языками и был всесторонне образован. После смерти отца в 18-летнем возрасте, молодой князь принял образцы правления в свои руки и зашел на престол. В наше время злобы, ненависти, очень важно помнить примеры, которые нам показывают святые угодники Божьи. Примеры любви, стойкости, безропотного перенесения страданий. И дай Бог, чтобы мы в нашей жизни искали невиноватых и тех людей, которые нам кажутся врагами, чтобы на них взвалить всю ответственность за наши какие-то неуспехи, наши неудачи. А прежде всего работать над собой, искать в себе изъяны, их искоренять, исправлять, и, молясь святым угодником Божьим, приближаться к Богу. Ну, а всех мужчин, кто носит имя Вячеслава, хочется пожелать помощи Божией, здоровья и благословения к святому благоверному князю Вячеславу Чешскому. Молодой правитель благосклонно относился к христианской вере и много сил отдавал на укрепление ее в Чехии. Он строил множество храмов, с уважением относился к духовенству, и, помимо этого, любовь и добро его распространялись на весь народ и землю. Этот храм является частью комплекса, в котором находится не только храм, но еще и трапезная, и воскресная школа, и телевизионная студия. Но это была бы невозможна постройка без помощи добрых людей, среди которых наш староста, и почетный прихожанин нашего храма Вячеслав Сезонов. И, конечно же, благодаря его усердию, трудам и покойного батюшки, это было возможно, и сейчас Одесса украшена еще одним храмом. Однако, как утверждают некоторые источники, немецкое духовенство не любило святого Вячеслава и подговорило его брата Болеслава на бунт и на грех, совершенный некогда кайном. И вот, когда все было решено, брат князя Вячеслава пригласил его к себе на освящение храма, куда, несмотря на предостережение слуг, князь поехал. И прямо на пороге храма, в который его пригласили, Вячеслав был вероломно убит. Предание повествует, что спустя время брата-убийца раскаялся в содеянном и перенес мощи своего святого благоверного брата в Прагу, в храм святого Вита. С той поры и по сей день святые Вячеслав и Людмила Чешские почитаются как небесные заступники и покровители Чехии. Милостью Божией и трудами покойного настоятеля, протеарея Вячеслава Землянского, в нашем храме есть икона и счастицы мощей этого Великого Угодника Божия. Храм очень красивый. На стенах роспись разных святых. В этом храме совершается литургия, а также таинство крещения. И любой человек, кто посещает храм Марии Магдалины, также обязательно может зайти и помолиться и в этом храме. Приглашаем всех, дорогие братья и сестры, приходить в наш храм, молиться и получать благословение. Жития святых предвестников Иисуса Христа занимает особое место в сердцах православных христиан. 5 октября — День памяти пророка Божией Ионы. Это ветхозаветный святой прославил себя подвигом возвеличивания Господа на территориях, где господствовало неверие и беззаконие. О пророке Ионе рассказывает наш корреспондент. Господь велит пророка Ионе отправляться в Ниневию и там поведать жителям этих земель, что чаша терпения Бога уже переполнена. Но святой устрашился злого нрава тех людей, и Иона бежит от полученного задания в противоположную Ниневии сторону, на запад, через Средиземное море. Однако Бог насылает страшную бурю, и кораблю грозит скорая гибель. Пророк Иона понимает, что это наказание за его непослушание, и приказывает морякам выбросить его в море, после чего он оказывается проглоченным огромной рыбой, и святой проводит три дня и три ночи в чреве кита. По истечении этого времени кит выбрасывает пророка на земли Ниневии, где после покаяния жители Ниневитян от проповеди Иониновой святой и проводят остаток дней. Для свято-успенской Одесской мужской обители День памяти этого пророка — особенный праздник. Ведь именно в этот день праздновал День Ангела незабвенный старец Схерхи Мандрит Иона, насельник монастыря, духовник обители. Отец Иона на протяжении своей земной жизни был прочно связан со своим небесным покровителем — пророком Ионы. Он следовал ему во всем — и в строгой молитве, и в неизмеримой любви, которая излучалась на каждого пришедшего в его маленькую келью за напутствие, за ответом на важный вопрос или просто за молитвенной помощью. Никогда я не видел от него грубости каких-то таких поступков, которые некоторым образом могли бы его образ поставить под сомнение. Всегда я видел с его стороны смирение, послушание, любовь и к братьям, и к людям. Трудно себе представить православного одессита, который бы не обращался к старцу со своими скорбями, со своими проблемами, и который бы не обретал душевное спокойствие и неописуемую благодать, которую невозможно получить вне стен святой обители. Как вывод моей деятельности, когда я собирал за него материал, что он руководствовался в своей жизни законом любви, любви к Богу и любви к ближнему. Вот на мой взгляд, это одна из главных его духовных черт. Не бойтесь задавать Богу вопросы. Не бойтесь честно открывать ему настроение о своей душе. Будьте искренни с ним, ведь он все равно знает наше сердце, и вы не скроетесь и не убежите от него. Живите в церкви по-настоящему. Не будьте формальными и исполнителями церковных чинов и дисциплин. Ищите Господа, обращайтесь к Нему всегда, даже в глубине морской, в очреве китового. И не забывайте о покаянии. Такую проповедь можно расслышать сердцем от пророка Ионы, память которого Церковь празднует 5 октября. Наш выпуск близится к концу. На наступившей седмице Церковь празднует в понедельник, 19 октября, память апостола Фомы, в четверг, 22 октября, память апостола Якова Алфеева, в пятницу, 23 октября, память преподобного Гаврила Афонского, чьи святые мощи покоятся в Свято-Ильинском Одесском мужском монастыре. Далее, 26 октября, праздник Иверской иконы Божьей Матери, престольное торжество соименной Одесской обители. Через неделю в эфир выйдет новый выпуск телевизионного и пархиального обозрения, в котором мы расскажем вам о наиболее значимых событиях наступившей недели. Всего доброго, дорогие братья и сестры! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok